МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу Афишнс на канале Брянская губерния. О событиях культурной жизни расскажу вам я, Оксана Измерова. В Брянском областном театре кукол состоялась премьера спектакля «Теремок». Знаменитая русская сказка поставлена для самых маленьких зрителей. Интерактивная работа – отличительная особенность спектакля для маленьких зрителей. Дети угадывают животных, вместе с актерами играют в игры и поют песни. Мы специально с художником придумываем, чтобы были интересные разные персонажи, чтобы они перемещались, в размерах менялись. Что здесь действие, здесь песня, здесь игра, здесь еще что-то. Потому что спектакль для самых маленьких – это немного другая работа, немного отличается от обычного спектакля. За основу спектакля была взята русская народная сказка «Горшок-теремок». Режиссер Никита Шмедько дополнил текст песнями и загадками. На сцене всего два актера, которые работают с куклами и, что называется, в живом плане. Ну не понимают они, что нет, потому что малопата. Ой-ой-ой. Ну да, не знаете, да не ломите. Это именно в нужные моменты отвлекает от куклы. Мы переносим их внимание раз на себя, мы с ними играем, как живые люди, как воспитатели в детском саду, как аниматоры, там, я не знаю, в развлекательных центрах. Потом раз, мы опять возвращаемся к Саске, и они уже на нас, поверьте, не смотрят, мы такие большие, метр семьдесят, да, и тут маленькая кукла. Мы рядом с собой ее держим, а все внимание детей сосредоточено на кукле. Волшебство! Самый универсальный актер – это актер-кукольник. Он должен отлично работать и в драматическом плане, и с куклой. И тогда маленький требовательный зритель поверит. Мне понравилась из героев муха. Почему? Она смешная. Зайчик. Почему? Потому что он очень смешной и очень смешно виляет кушками. Я мультик смотрела. А я тоже мультик смотрела. А что интереснее, мультик или спектакль? Спектакль. Почему? Потому что все настоящее. Году театра в России посвящается, так называется, наша новая рубрика. В ней актеры трех брянских театров рассказывают о своем становлении в профессии. Сегодня наша героиня – актриса Брянского театра юного зрителя Мария Дорошина. Сказать, что это была мечта моего детства, ну, наверное, нет. У меня не было никогда такого, что я буду артисткой. Когда поступило предложение, мы были выпускниками третьего курса Брянского областного колледжа искусства культуры. И к нам пришел народный артист нашего театра, уже теперь нашего театра. На тот момент он пришел к нам, Владимир Иванович Аверин, для того, чтобы отсмотреть наш курс. И он назвал несколько фамилий. Я вначале, честно, сомневалась, долго думала. Не потому, что я не хочу работать в театре, я думала, что осправлюсь ли я. Я потому, что об этом никогда не задумывалась. Но все взвесив, поразмыслив, я пришла в театр. Я теперь, вот честное слово, я даже не представляю своей жизни без театра. Каждый раз тебе дается какая-то новая роль. Ты никогда этого не делал. Ты можешь примерить на себя, допустим, то или иное лицо, которым ты в жизни вообще не являешься. Это очень интересно, очень сложно, конечно. Приходится немножко примерять, пристраиваться. Что-то где-то, может быть, подсмотреть у кого-то, учиться, допустим, у старших. Конечно же, нам очень помогают режиссеры, которые ставят спектакли. Они же, когда делают распределение, они каким-то образом отталкиваются от нас. Мы все, кто уже очень давно работает в театре, мы совсем другие люди. Мы абсолютно не те, кем мы пришли. Каждый день ты работаешь над собой, работаешь, занимаешься своим любимым делом. И как-то без этого никак, все равно приходится меняться. Мне очень нравятся характерные роли, но в моем багаже их не очень много. У нас давно не было комедии. Я бы с удовольствием сыграла что-то такое веселое. Легкое. И очень бы хотелось, конечно, какой-нибудь такой прям отрицательный персонаж. Хочется чего-то такого глубокого, чего-то такого покопать в себе. Найти то, допустим, чем ты не обладаешь. Театр для меня это все. Я не знаю, что бы я делала, не быть, допустим, у меня театром, в который я могу приходить каждый день, творить, работать и радовать детей, так и взрослых. Кровеческий музей в отделе планетарий продолжает свою работу выставка, посвященная юбилею нашего земляка, летчика-космонавта Виктора Афанасьева. На его счету 4 космических полета общей продолжительностью 555 суток, 7 выходов в открытый космос, работы на станциях МИР и МКС. На выставке вы увидите экспонаты, переданные Виктором Афанасьевым в дар брянскому планетарию, а также сможете познакомиться с профессиональной биографией космонавта. В городском выставочном зале открылась выставка к юбилею Николая Романова, заслуженного работника культуры Российской Федерации, старейшего фотографа Брянщины. На протяжении многих лет он создает фотоисторию региона. На открытии выставки побывала Мария Селевестрова. Мы с ним очень часто и очень тесно общаемся. Он делится опытом, рассказывает и сейчас, даже в свой юбилей, он подсказывал, что надо сделать, как надо сфотографировать. Николай Романов в свои 90 лет ездит на велосипеде и никогда не выпускает из рук фотоаппарат. В коллекции его фоторабот – черно-белые снимки, пейзажи брянской природы, исторические кадры постройки Свенского монастыря, портреты людей и кадры животных. На выставке представлено более 150 работ. Многие из них не раз публиковались во всевозможных книгах и журналах. Вот эти фотографии, они исторические. Это документ. То есть вот эту выставку можно смело брать и вешать где-то в Кривичевский музей под какую-то эпоху. В детстве Николай Степанович мечтал стать художником. Поступил в Свердловское художественное училище. Успешно его окончил. Но даже во время учебы не выпускал из рук свою любимую фотокамеру. Первый мой фотоаппарат, вот этот, он называется Фотоко. Этим аппаратом еще пользовался мой отец. Представляете? И я, когда освоил фотографию, тоже продолжал работать этим аппаратом. Свою деятельность на Брянщине Николай Степанович начал в 1966 году. Переехал вместе с семьей. А дальше преданно работал фотокорреспондентом редакции газеты «Брянский рабочий». Я знаю Николая Степановича с 1966 года, когда он только появился в городе Брянск. Потом образовалась Брянская студия, Брянсфото. И он стал одним из ударников этого дела. Ну, еще работал, видно, в Брянском рабочем. А я был молодым выпускником школы и собирался поступать в ОГИ. В конце концов, я стал инженером. И, в общем-то, об этом не жалею, но любовь к фотографии осталась. Стать профессионалом своего дела и принести это через свою жизнь стало главным достижением Николая Степановича. На этом он не останавливается. Он вдохновляет, заряжает мастерством и просто учит видеть прекрасное. Планируйте свой досуг вместе с нами. Мы встретимся в следующую пятницу в 19.30. Ну, а в любое время посмотреть программу можно на нашем сайте губерния.тв. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова